Всем еще раз привет! Повторюсь, меня зовут Ножка Даниил, я хустер-коразработчик в стартапе Литбим. Хочу сказать всем спасибо, что более-менее так с утридца сюда потянулись. Давайте друг друга запоплопаем. Так, о себе я рассказал, давайте я с вами познакомлюсь. Поднимите руки, прям фуллстэк разработчики в аппе есть? Понятно, прям фуллстэк. А вот прям фронтендеры только есть? Два раза нельзя. Так, тоже есть. А вот чисто бэкендеры есть такие? Два раза нельзя. Два раза нельзя. Ну ладно, понятно все с вами. Так, ну начнем. Что же такое ПВА? Первая ассоциация может быть такая, но мы не о клее будем разговаривать. Если вкратце, то Progressive Web Application это отзывчивый сайт, который может работать в офлайне и может добавляться на домашний экран и работать как обычное активное приложение. Зачем это все нужно? Это нужно для того, чтобы увеличить процент мобильных веб-приложений. Потому что на десктопах все из нас уже давно на постоянной основе пользуются веб-приложениями. К примеру, DoubleGIS, Google Docs, ну и много мессенджеров всяких есть. Мобильный веб тоже очень популярен. Сам по себе процент его очень большой. Но пользователи чаще предпочитают нативное приложение, если оно такое есть. И вот инициатива ПВА призвана решить эту проблему, раз и навсегда. Также приятным плюсом для каких-нибудь стартапов или небольших проектов будет то, что вам больше не придется нанимать Android или iOS-разработчика. Вы сами все сможете сделать. Это ссылка. На этом сайте вы можете посмотреть, пощупать сами несколько примеров ПВА-приложений. Могу, если что, немножко подождать. Я запомнил. Напомнил. Хорошо. Из чего состоит ПВА? Основные критерии ПВА-приложений это отзывчивый дизайн, безопасность, работа в оффлайне, пуш-уведомления, доступность и возможность добавить приложение на домашний экран. Начнем с отзывчивого дизайна. Мы сразу закончим, потому что про отзывчивый дизайн все-все знают. Это уже старая практика. Я не думаю, что остались какие-то сайты без мобильной версии. Идем дальше. Безопасность. Кто знает про инициативу Let's Encrypt? Занимите руку. Так, хорошо. А кто пользовался? Отлично. Вот. Ну, сейчас на дворе 2016 год и без HTTP сертификата. Ну, это нехорошо. Неприлично. Неприлично, да. Ну, и в конце концов, допустим, сервайс-воркеры без HTTP срабатывает на блок. Если у вас еще нету SSL-сетификата, то, пожалуйста, Let's Encrypt инициатива, раздающая бесплатные SSL-сетификаты. Но нужно упомянуть, то, что такой SSL-сетификат будет жить только 90 дней. И вам придется настроить процесс автоматического продавления, продавления сетификатора. Ну, благо, для, к примеру, к Enjinxу или Apache есть уже готовое решение, которое вы можете взять и заюзить. Прежде чем рассказать про кеширование, ну, про работу в оффлайне, я расскажу вам про HTTP 2. Ну, потому что для кеширования вам, как минимум, один раз придется скачать ресурсы из сети. Спустя 16 лет после публикации протокола HTTP версии 1.1, мы, наконец-то, получаем адаптированный под современные нужды обновленный протокол HTTP 2. Что в нем такое? Основные особенности, какие в нем есть. Первое – это мультиплексирование. Мультиплексирование – это возможность браузера выполнять несколько запросов в рамках одного TCP-соединения. К примеру, теперь в 2G и 3G-сетях это нововведение приведет к ускорению загрузки сайта. Потому что будет всего одно TCP-соединение. Следующая фишка – это сервер Push. Сервер Push – это возможность сервера ответить клиенту на один запрос несколькими ресурсами. То есть, вот здесь на примере, браузер запрашивает сервера Page HTML, а сервер сразу дает ему и стили, и картинку ему нужны на этой странице. То есть, так уменьшается количество запросов. Ну, к сожалению, к примеру, Engines пока это не поддерживает. Ну, в самом деле, сегодня Apache вроде поддерживает. Ну, теперь можно упомянуть то, что теперь заголовки идут в бинарном формате, и нажимаются они с помощью алгоритма HPG. Поскольку HTTP 2 абсолютно обратно совместим с HTTP 1.1, вы вообще можете безболезненно обновиться. В комплексе Engines это делается несколькими символами. А, ну, и HTTP 2 требует тоже селсификации. Ну, и, помимо всех прелестей HTTP 2, не нужно забывать про стандартные методы кеширования, которые реализуются с помощью заголовка Last Modified и ответа сервера 304. У тебя, собственно, сама работа в офлайне. С появлением HTML5 в рамках технологии Application Cache или AppCache появилась возможность составить наше приложение работать офлайне. Но сейчас с появлением все вайс-вокеров AppCache это уже прошлое. Все реализуется через все вайс-вокеры и технологию Cache Storage. Кто знает, что такое обычные веб-воркеры? Кто не пользовался? Что ж такое? Мы название вас не знаем. Ну, воркеры просто. Ну, вкратце, это возможность создать отдельный процесс, отдельный от главного контекста. В таком процессе мы не имеем доступа, к примеру, к дому. То есть такой воркер для чего-либо. Чтобы делать в отдельном процессе. Вот, C-вайс-воркер это что-то типа того, только он работает в фоне всегда, даже когда страница ваша закрыта. И на весь сайт вы можете иметь только один воркер. То есть один воркер будет обслуживать несколько страниц. Главная особенность сервайс-воркеров в том, что они могут играть роль сетевого прокси. То есть он может перехватывать запросы и кешировать ответы. На данной диаграмме изображен не совсем верный процесс. Здесь как можно увидеть, что у нас сервайс-воркеры проверялись. Если мы онлайн, то запрашиваем из сети. Если оффлайн, то из кэша. Но в плане ресурсов так лучше не делать. Потому что лучше всегда в кэшу обращаться. Это уменьшит количество запросов в сети. И поэтому у вас все будет быстро работать. Давайте рассмотрим небольшой такой пример сервайс-воркера. Надеюсь, всем будет видно. На этом этот код устанавливается в iS-воркер. Сначала мы проверяем, поддерживает ли браузер сервайс-воркеры. Дальше регистрируем, указывая путь к файлу сервайс-воркера. И после того, как он установился, мы можем с ним делать несколько манипуляций с помощью объекта registration. Далее посмотрим пример самого сервайс-воркера. Это как первая часть. Здесь мы на установку сервайс-воркера сохраняем в кэш все ресурсы, которые нам нужны. Здесь именно в кэш все сохраняется. Дальше подписываем обработку, собственно, запросов в сети. Здесь мы можем из кэша доставать запишированный ответ по объекту запроса. Если в кэше этот ресурс есть, то он будет возвращен, то есть отдан главному процессу. Если нет, то просто будет обычный запрос в сети. Тут же прелесть сервайс-воркера в том, что мы можем любую логику придумать с обновлением кэша и так далее. Здесь проверяется возраст закэшированного ответа. Если его возраст больше, чем один день, то он будет обновлен. Ну, на самом деле мы на код-лабеле это подробнее разберем. Так, что мы, кстати, имеем? Ну, сервайс-воркер – это действительно крутая технология, если так подумать. И она помогает улучшить не только работу в оффлайне, но и в онлайне, в принципе. Потому что мы всегда можем обращаться к кэшу. Ну, небольшой минус. Ну, естественно, пока эта технология новая, экспериментальная. Ну, в ней вот мы когда игрались, даже сейчас, когда с Леонидом сидели, натыкались на некоторые проблемы. Ну, мы надеемся, что это скоро исправится. Ну, поддержка сервайс-воркеров есть только в браузерах. Chrome и Firefox на данный момент. Ну, вы совершенно безболезненно можете использовать технологию AppCage как fullback. То есть в браузерах, которые поддерживают сервайс-воркеры, они не будут обращаться в AppCage. Все. Абсолютно безопасно. Так. Теперь про пушеведомления поговорим. Ну, это сам по себе. Для Notification API уже давно существует в мотивоскрипте. Им можно пользоваться как на десктопах, так и на мобильных устройствах. Но, благодаря вышеупомянутым сервайс-воркерам, мы имеем доступ к пуш-уведомлениям. Это нас больше приближает к мотивным мобильным приложениям. Но, как и сервайс-воркеры, пуш-уведомления есть только пока что, кроме Firefox. На iOS пуш-нотификации вообще нет, нет сигналов от Safari. Но в 2013 году на WWDC Apple для доступного Safari представила своё API для пуш-нотификации. Далее поговорим о доступности. Такой вопрос. Тобус верстал на WWDC. Отлично. Нужно спросить, кто не верстал. Наверняка кто-то копировал с сайта примеры верстки. Кто-нибудь встречали наверняка Aria-атрибуты? Так вот. Aria — это спецификация, позволяющая улучшить доступность веб-приложений благодаря предоставлению скринридерам дополнительной информации через HTML-атрибуты. Скринридеры — это такие программы. Они в основном воспроизводят контент сайта, речи. Это сделано для людей с ограниченными возможностями. Aria-атрибуты делятся на два типа. Первый тип — это роли. Роли нужны в тех случаях, если вы используете какой-либо HTML-элемент, но не по его назначению. Допустим, часто бывает, что мы ссылку стилизуем ко кнопку. Для того, чтобы скринридер знал, что это не ссылка, а кнопка, нужно прописать ребут в роли. Здесь ещё два примера есть. Дальше. Атрибуты в состоянии и свойствах. Они, в принципе, нужны для того же. К примеру, у ссылки нет параметра десаблит. Для того, чтобы скринридерам сказать, что эта кнопка-ссылка задесаблена, используется, к примеру, атрибут Aria-десаблит. Это совсем маленькое количество примеров. Если вы зайдёте на страницу спецификации, вы увидите большое количество ролей и атрибутов. Если у вашего проекта есть ресурсы и время, но ещё нет доступности, то пора бы вздуматься о том, чтобы адаптировать ваш сайт для людей с ограниченными возможностями. Теперь, наверное, самые интересные фишки – это добавление сайта в приложение, в домашний экран, как приложение. Вообще, такая возможность уже была давным-давно, к примеру, и на Android, и на iOS. Тут даже, к примеру, показан стандартный браузер Android. На iOS есть такая возможность делать до сих пор с помощью метатегов, расположенных в хеде. В принципе, iOS у этого хватает. Но сейчас для Android вы можете написать специальный манифест-файл и из вашего веб-приложения получить практически нативное приложение. То есть вы можете его разукрасить, назначить иконку, и у него будет такой загрузочный экран. Есть очень крутой сайт real favicon generator. На этом сайте вы вообще можете сгенерировать и favicon, и иконки, и манифест-файлы. Это для большого количества браузеров и платформ. То есть это не только для Android генерировать иконки. Будьте осторожны с этим метатегом. Если кто не знает, то этот метатег на iOS делает из вашего сайта веб-приложения. То есть когда вы добавляете свой сайт на домашний экран iOS, и запустите его, оно запустится без интерфейса браузера. Почему нужно добавлять этот метатег с осторожностью? На устройствах iOS нет физической кнопки назад. На примере Twitter мы можем увидеть то, что... Если дальше посмотрите... У Twitter есть такая проблема, что если мы зайдем на страницу about, мы обратно не сможем попасть. Также на iOS не нужно забывать то, что ссылки с атрибутом href будут открываться в браузере. То есть вам придется переопределить поведение ссылки по нажатию. Давайте немножко посмотреть. Вот он зашел в about, и отсюда никак никуда попасть не может. Ну ладно, давайте дальше. Также вам нужно специально подготовить под iOS версии иконок. Если вы этого не сделаете, вы получите такую-то фигню с черным фоном. Но опять же, если вы используете этим сервисом, он подготовит иконку и для iOS автомата. Обседок я решил, что можно рассказать и про Accelerated Mobile Pages. Это, как и ЭПВА, инициатива была направлена на ускорение страниц на мобильных устройствах. Кто уже слышал про AMP? Круто. Ну а применял? Нет, я читал на хабрику. Понятно. Так. В рамках технологии предлагается создавать AMP-вариант страницы, которые будут выдаваться по скривикам, если ваш браузер удовлетворяет всем потребностям AMP. Для того, чтобы поисковик узнал, что у страниц есть AMP-версия, нужно вот такой вот линк добавить в хэп. Ну и Google сейчас уже поднимает в поисковой выдаче AMP-страниц. По сути, AMP-это такой фреймворк, который воплощает в себе все best practices мобильной разработки. Здесь на слайде пример базового такого AMP-хтмл файлика. Собственно, фреймворк предоставляет специальные AMP-хтмл теги. К примеру, мы видим тег AMP-имидж, и с AMP-хтмл нельзя использовать... То есть в AMP-хтмл некоторые стандартные теги заменяются на специальные AMP. Все это сделано, опять же, для быстрой работы страницы. То есть с этим тегом картинка будет загружена синхронно, не блокируя процесс рендеринга. Ну и если вы до картинки не доскурали, она, собственно, тоже здесь не загрузится. Также ускорение происходит и при загрузке. Это ускорение происходит с помощью такой штуки, как Google AMP-кейдж. Это такое API, то есть эта штука автоматически кэширует все опубликованные валидные AMP-страницы. Есть специальная API, с помощью которой вы можете получить ссылку на какой-либо ресурс в этом кэше. И сейчас, собственно, Google выдает страницы из собственного кэша. Ну вот, собственно, как в Google выглядит AMP-страницы. То есть они выведены отдельной курселью при поисковой выдаче, и вы можете листать страницы в браузере с новостями. Так, ну и всем, наверное, интересно узнать вообще, что это дает. Вот наши коллеги-веб-разработчики из Lenta.ru сделали AMP-вариант страниц всех. И что получили? Уменьшилось количество запросов. Соответственно, уменьшилось размер страницы. Ну и, соответственно, время загрузки страниц тоже уменьшилось. Заключение. Конечно же, если в вашей команде, в вашего проекта есть ресурсы, вы, прежде чем делать мобильное приложение, можете подумать о таких технологиях как Native Script или React Native. Но, на самом деле, при определенных условиях, если у вас уже есть готовый веб-сайт, вам, может быть, достаточно только написать просники ServiceWalker и ManifestFile, и вы уже получите более-менее полуценное ПВА-приложение. Также еще я хочу с вами поделиться двумя ссылочками полезными. Первая ссылка – это ссылка на проект Lighthouse. Это такой валютатор ПВА-приложений в Google. Есть реализация как в Chrome-плагин, так и как в консольных приложениях. Ну, при желании, вы можете вовстроить в Continuous Integration. Вторая ссылка – это платформа-status mozilla.org. На этой странице вы можете следить за статусом реализации фич во всех браузерах основных. Ну, собственно, все. Вопросы? Сейчас у меня было куча вопросов. Так, начну с первого. Ты сказал, что можно использовать вместо… Сейчас, сейчас, я не хочу переврать. Короче, вначале ты сказал о том, что, в принципе, можно вместо нативного приложения, если я правильно понимаю, использовать такие вот вещи на мобильных устройствах. Но, на самом деле, там же минус в том, что почему люди пользуются вместо веб-версий, то есть пользуются нативными приложениями, потому что они быстрее, просто быстрее. То есть там нет каких-то там моментов, что типа ты скроллил вверх, а случайно обновил страницу, или еще каких-то вещей. Вот, вопрос тогда к тебе такой. Вы проводили какую-то статистику по поводу использования, в принципе, вот таких вот вещей, когда выкидывают на экран домашний какую-то ссылку, может, с вашего стартапа, до проектов. Насколько это реально используется людьми, если есть такие данные? Ну, у нас пока... То есть мы же на целевую аудиторию направлены, как бы, если спрос есть, понятное дело, надо делать, или если спроса нет? Можно понять. Ну, на самом деле, у нас это только планируется, мы это смотрим. Соответственно, у вас прям таких никаких конкретных данных нет. Но я уже упоминал то, что вот у нас, считай, есть готовый сайт, мы просто пишем простенький сервис покер и манифест, и мы уже получаем возможность добавить, ну, возможно, получаем ПВА более-менее полноценно. Собственно, фишка в том, что пользователь заходит на такой сайт, и ему браузер предлагает добавить этот сайт на домашний шанс. То есть это еще может быть SEO-момент, то есть конверсию получит. Для приложений, да, я согласен. Ну, для веб-приложений имеется. То есть формально это расширение веб-страницы без дополнительных затрат. Да, вы ничего не потеряете, только предупредете. Вы можете как сделать и ПВА, так и какое-нибудь нативное. В дополнение. Сколько будет устранителей жить веб-воркерах? Это не ограничено или ограничено? Не ограничено. Ну, на каждый домен, грубо говоря, по одному воркеру. Но фишка в том, что воркеры, грубо говоря, могут засыпать. Я просто размышляю над проблемами и уязвимостями. Мы можем посетить там какой-то сайт непонятный. Раньше мы его закрыли, еще что-то сделали и все, забыли про него. А тут он какой-то воркер к нам запихнул. Живет там. Размножается. Ну, во-первых, смотрите, как бы сказал, что воркер может засыпать. Просыпаться он может в том случае, если вы опять открыли эту страницу, либо он получил пуш-уведомление. Но, чтобы получить это пуш-уведомление, вы должны подписаться на пуш-событие. А это, чтобы подтвердить это действие, браузер вас спрашивает. То есть, если вы сами подписались на пуш-уведомление какого-то неизвестного сайта, ну… Как обычно делается. Ну, если вы как-то обнаружите, что вы подписали случайно, вы можете и отписаться на такие события. Потому что тут ничего такого не вижу. На самом деле, тут всегда очень сложно. Это то, что, с одной стороны, ты веб-разработчик, и ты понимаешь, что тебе нужно больше возможностей, больше возможностей, больше возможностей. С другой стороны, ты понимаешь, что ты еще и пользователь, и ты не хочешь, чтобы тот имел больше возможностей в твоем девайсе. То есть, тут вопрос без запаса. Нет, но если вы клиенту показываете много лишних пуш-уведомлений, естественно, он не будет пользоваться вашим сервисом. А если фишка с алертами, помнишь, когда ты пытаешься закрыть вкладку, у тебя куча алертов сразу вылетает? Ну, пользователь просто не будет по нему заходить. Мы же хотим сделать хорошо пользователь, чтобы он заходил на наши страницы, чтобы понималась конверсия, чтобы продажи были. Там нет никакой встроенной защиты от спавлов? Пока нет, мне кажется, появится. Скоро просто отблот появится для блокирования. Мне кажется, что скоро будет рекламировать функцию, что ломит. Умеет блокировать, что не нужно. Ты сказал про Accelerate Mobile Pages, что-то быстрее работать. Можешь чуть глубже объяснить, за счет чего достигается акселерация, в какой момент где это кэшируется? За счет чего достигается ускорение. Представим, мы делаем не выдачу вот эту новостную, которую ты показал, а просто делаем очень простой проект. И хотим, чтобы он грузился быстрее. Вот на примере новостных страниц. Сейчас большинство новостных сервисов имеют АМП версии страниц. Я уже сказал, что АМП по сути это фреймворк. Ты можешь пользоваться только ограниченными ресурсами. То есть специальные теги, ты не можешь подключать внешние скрипты, не можешь подключать внешние стили, не можешь шрифты подключать. То есть, допустим, если вам надо аналитику подрубить, для этого есть специальный тег, элемент. Чтобы шрифты из гугл фонтов включить, тоже есть специальный тег. В АМП специальный тег или нет? Да, в АМП. И в самом АМП, ну есть AMP.js, такой файлик, в нем встроена валидация АМП страниц. То есть при разработке вы можете посмотреть, валидная у вас страница или нет. То есть я опять же сказал, что это просто объединение всех best practices. То есть на самом деле, конечно, если вы это все знаете, вы вполне себе можете сами сделать такую страницу. Но если у вас такой страницы нет, то AMP – это отличная возможность сделать ваш сайт быстрее. То есть, по сути, это набор best practices, и при этом поисковик видит, что мы этим практикам следуем, и нас поднимает. То есть сейчас это возможность SEO, как минимум? Да, как минимум, да. Ну, я в Chrome DevTools делал 2G сеть, а AMP страница прям мгновенно загрузилась. Обычной версии страницы нет, вообще нет. Есть еще куда расти, да, Паук? Да. Данин, а вот скажи, с HTTP-2 как поддержка браузера? Там же, я так полагаю, нужно не только чтобы сервер поддерживал, но чтобы еще и клиент поддерживал этот протокол. Я говорил, что он обратно совместим с HTTP-1.1. То есть сейчас современные браузеры все поддерживают HTTP-2. Давай. Какой сейчас статус HTTP-2 какой процент продакшен имеет? Давайте попробуем. Может, проще вопрос. Реально ли сейчас взять и на HTTP-2 написать сайт, который поддерживает, чтобы реальные люди начали пользоваться всем вокруг? Да. Это уже реальность? Да. То есть просто формально это рост переключений, как я понимаю, между... Я говорю, в пункте Gengix это изменение одной строчки. Добавление нескольких символов. Это сам сервер решает, сервер клиент. Если клиент тебе отправляет хедер, то он умеет, а хотя даже там не отправлять ничего не надо. Короче, это вообще проблем абсолютно никаких не возможно. Право хедер, стопные, мобильные, все поддерживают. Новые версии, да. Чего? Новые версии браузеров поддерживают. Ну да, E11. Проблем у них отличные. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но он начал поддерживать, он уже не красненький, он уже такой поносовый цвет, как и было раньше. А, ну частично, да, поддержка у него. А я не понял, что за частичный? Чуть-чуть. 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 Ну, во-первых, по HTTP, потому что у него есть 10. Понял, да, да, да. Так. Короче, Safari соус-соу поддерживает, но им тоже на полно HTTPS. Да. Короче, если HTTPS плюс HTML 2. А, HTTP 2, прошу прощения, да. То всё будет. Ну, тем не менее пишут, что частичную поддержку СВ и в E11. Угу. Круто. Прямо очень-очень. Ну, у меня 6% что это значит? У нас тоже зашел. А, нет. По-форику. А вот и герой, известно. И-и-и-и. Пробочи. У них и SAP TPS 1.1. И... Ассели Ромино. Ну вот слева есть саппари. Там плохо видно, но Safari, да, он зелененький. Я не знаю, может я салат издается. Вот подробный. Не, ну круто, явно надо переходить. А кстати, по поводу этого, по поводу let's go, let's sanscript, я почему уроку поднял, что знаю, потом не поднял урок, а что пользуется, потому что Start SSL я еще поюзаю. Start SSL также 3 месяца, по-моему, и сейчас они даже, возможно, до года увеличили жартификаты халявные. Вот, будет круто, если потом ссылку тут напишешь. Через год нет. Просто из консольной утилиты все наставили. И потом все работает. Нет, для sanscript у нас проблема была на... На ню? Жень. А, ну... Будет круто, если потом ты на доске ссылку напишешь. Хорошо. Чтоб все знали. Чтоб все знали. Нет? Все бесплатно. Нет, Start SSL тоже бесплатно. Но там еще ребят, да, как-то сложный. Нет, сайт вот свой подтверждаешь, мне так кажется. Сюда есть еще вопросы, которые хочется задать по теории. Все кристально, чисто и понятно. Как я понимаю, для вот этого... А? Непонятно уже искать, попасть больше. Например, по mp я не все забираю. По mp, как я понимаю, вообще отдельный сайт надо делать. Ну, не сайт, а вариант страницы, чтобы его забыли. В этом три фишки, что меня немножко смущает. То есть формально мы можем на уровне юзерагента на сервере направлять куда-то, чтобы старые линки не терять. То есть одно дело Google поддерживает, другое дело Яндекс и Рамблер вообще не поддерживает. И выдачу не поднимает никак. Вот, поэтому придется, наверное, переделывать свой сайт так, чтобы по юзерагенту определялось, поддерживает браузер или не поддерживает. Ну, смотрите. Это тоже, на самом деле, интересно. Ну, я говорил уже, что Google сам смотрит, когда интенсирует у основного страницы в хейде. Там должно быть прописано, есть ли у него вариант АМП. На хроме в андроиде Google в поисковой выдаче показывает АМП. На сафари, на iOS тоже показывает. Firefox на андроиде не показывает. Если попробовать руками зайти на АМП, какую-нибудь страничку, то у меня там почему-то не грузились картинки. Там что-то не срабатывало, да. Вот я брал в руки телефон с Windows Phone, там в поисковой выдаче тоже АМП не показываются, но они работают, если просто зайти. Поэтому Google тут какой-то хитрый. Обычно как делают у новостных сайтов? Либо под домен на АМП, либо в конце добавляют слэши АМП. То есть это дополнительные обработчики. А там, кстати, по-моему, на АМП нельзя дарить. По идее, есть смысл делать отдельный проект, то есть это знаком best practice. Стандартная сайта сделать два best practice. А там триггер отдельные. Это все равно френдинг. Это реализация best practice. То есть это по факту ты можешь прогрессировать. Почему? Просто сложнее. А вы просто АМП вы сбоку делаете с нуля. Вот в каких-то моментах, может быть, быстрее, чем применять. Еще вопросы? В таком ходе вопросов нет, поэтому предлагаю перейти к перерыву. Давайте поблагодарим за него. Субтитры сделал DimaTorzok